Доброго всем дня! Сегодня на улице солнышко. Я рассматривала свои растения. На солнышке все они такие красивые. Сразу все видно. И обнаружила, что у моих питуней у многих уже проявляются сквозь таблеточку корешочки. То есть видно, что корешочек уже практически перед сеточкой. У некоторых питуней я обнаружила, что корешочки вообще вышли за пределы таблетки. Даже видно, как они торчат. Здесь видно, что растение находится на тонком стебелечке и имеет уже довольно-таки мощный верх. Верхушечку. И выглядит уже совсем некрасиво. И требует пикировки. Что сейчас я и буду делать. Сейчас снимем сеточку с таблетки. Поскольку это синтетическое волокно. И оно нам не нужно. Оно не растворяется в земле. В принципе, при посадке на данный момент она нам не нужна. Эта сеточка. Так. И сейчас мы посмотрим. Значит, корешочки уже везде проявились. Ну, я просто сделаю вот так. Немножко потрескивает. Где-то, вероятно, близко друг к другу были расположены эти корешочки. Их даже видно. Сейчас покажу. Вон там у питуньи маленькие светлые корешочки. Видать, они друг к другу были близко расположены. Я их просто разнял. Теперь я просто убираю часть торфа. Она здесь еще не нужна. И как раз вот появились корешочки. Корневая система. И ставлю в маленькую маленькую ложку. Засыпем землей. Немножечко утрамбуем. Грунт до этого был пролит. Еще немножко со стороны. Так. Значит, получилось, что мы слегка ее углубили. И сделали пикировку. Поскольку корневая система немножечко у нас повредилась. Так. Еще сверху поливаем теплой водичкой комнатной температуры. Сейчас пропитается. Значит, вазончик прозрачный. Будет видно, насколько пролит грунт, чтобы не было замыкания корней, поскольку я не сделала дренажных отверстий. И следующее растение. Также мы берем стаканчик, берем растежечку нашу, так, ставим сюда и добавляем грунт. Торфосмесь я беру универсальную. Добавляю в нее перлит или вермикулит. А после того, как растение приживается через неделю-две, я начинаю подкармливать слабым раствором для рассады. Или специальным раствором для рассады. Удобрением. В данном случае я настаиваю кожуру банана на будущее с хлебушком. Хочу попробовать такой эксперимент. На одной части растений одним удобрением, на другой части растений другим удобрением. Итак, мы полили. Еще одно растение посажено. Дальше возьмем другое растение, у которого корневая система была наружу. Вот. Раз и два. Значит, здесь мы просто снимем пленку. Вернее, не пленку, а сеточку. Тоже не хочу я ее оставлять. Потом, если питунья будет находиться в грунте, то она будет там и лежать. Либо удаляется, конечно же, вместе с растением. Вот. Если перцы или кто что садит в таблеточки, то сеточка потом вырывается вместе уже с ненужными растениями, когда убирается в огороде все. Ну, здесь уже получается так. Вот. Под сеточкой были корешочки, которые начали выглядывать из сетки наружу. То есть искать питание и искать еще объем в этом стаканчике. я немножко вот сниму здесь пласт торфа. Он еще не затронут. Корневая система сейчас немножечко пострадает, но это будет плюс для наших растений. Потом ставлю я вот так сюда. Там было в принципе полито, но еще чуть-чуть. И добавляем грунт по краю. Так. Немножечко уплотняем вокруг листы. И так. Потом снимием часть земли с растений. Посажено. Дальше пикируем. Следующее растение. Ух ты! Интересно рассмотреть у растения. Вот есть корневая система. Даже помощнее тех, что были до этого. хотя там растения более крупные и разветвляется во все стороны и вылазит даже через стабилеточку. Вот здесь вот видно. Так. Это у нас мирошорхит, грунт и ставлю. и следующее растение. Ну вот питунью я распикировала. Сразу же повторюсь, что питунью, которую я выращиваю в таблеточках, я пикирую сразу же, как только замечаю на поверхности корневую систему. Я не жду, пока корневая система заполнит всю таблетку. Это совершенно не нужно. Единственное, что можно либо посадить эту таблеточку в грунт, в вазончик, в котором она будет расти, либо надо обязательно распикировать. Но пикировка лучше, поскольку это способствует лучшему развитию растений. Вам желаю хороших результатов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока! субтитры подогнал «Симон»! Субтитры «Симон»!» Субтитры